Всем привет! Здесь я хочу представить, как можно собрать беспроводную точку доступа на Orange Pi с выходом в интернет через Tor. Для этого воспользуюсь апельсинкой серии PC, microSD карты памяти, объем которой в 4 гига будет достаточен, и USB-шным Wi-Fi адаптером от производителя TP-Link. Сразу хочу заметить, что не каждый может заработать из коробки в качестве точки доступа. Также понадобится источник питания на 5 вольт 2 ампера. Дальнейшие подготовительные действия, такие как запись на SD-шку операционной системы Ambient с помощью программы Edge, затем подсоединение к апельсинке необходимых сопутствующих элементов, подключение PALAN кабелю к устройству, раздающему интернет и определение IP-адреса одноплатника с помощью сетевого сканера я детально показывал в ряде своих видео, которые можно найти в описании. Также как и последующая установка соединения с помощью программы PuTTY по протоколу SSH к плате, где на первом этапе авторизации нужно ввести логин root, а пароль от 1 до 4, и затем пройти стандартные этапы конфигурации, по окончании которых желательно запустить команду apt-get update, потом apt-get upgrade, что позволит обновить репозиторий пакетов и установить их актуальные версии. Выполнив подготовку одноплатника, с помощью утилиты Ambient Config прежде настроим беспроводную точку доступа. В псевдографическом режиме переходим в Network и выбираем Hotspot. На следующем шаге указываю беспроводную сетевушку, имя которой можно узнать с помощью команды ifconfig. Затем идет инсталляция пакетов и настройка. По окончании выбираю сетевой интерфейс, по которому приходит интернет. Далее вновь происходит установка и перезапуск сетевой службы. По завершении сообщается, что раздача интернета осуществляется по беспроводной сети, где имя точки доступа Ambient. Узнать ее пароль можно перейдя снова в Hotspot. На следующем этапе выбираем Edit и указываем интерфейс. Из имеющихся вариантов захожу в базовую конфигурацию. Тут можно видеть имя точки доступа пароль и канал, которые при необходимости можно изменить. Я оставляю все как есть и нажав отмену выхожу. Чтобы проверить ее работу на айфоне перехожу в настройки и включаю вай фай. Так как ранее я уже выполнял подключение к данной сети, в текущем случае просто ее выбираю. Установив соединение запускаю браузер, где можем видеть, что доступ к интернету имеется. Теперь выхожу из псевдографического режима и в данном интерфейсе ввожу представленную команду. Тем самым устанавливаю Tor. Далее с помощью текстового редактора Nano открываю файл Tor.Roc расположенный по указанному пути. Здесь вставляю несколько строчек с приведенной информацией. Потом с сочетанием клавиш Ctrl плюс X в появившейся внизу строке ввожу Y и таким образом сохраняю внесенные изменения и выхожу. Помимо этого требуется выполнить настройки в epitables. Для этого в каталоге etc открываю приведенный файл. Тут в разделе NAT вставляю еще три заготовленных правила. После чего сохраняю внесенную информацию и закрываю конфигурационный файл. Наконец запускаю Tor прописав данную команду, а также еще парочку позволяющих сделать его доступным и запускать во время загрузки системы. Произведя указанные настройки, перезапускаю апельсинку. По возобновлению ее работы посмотрим как изменился доступ в интернет на смартфоне, где в настройках вновь активирую беспроводную сеть и подключаюсь к точке доступа Ambient. Вернувшись на главный экран запускаю браузер и обновляю страницу. В целом доступ к сети имеется и если посмотреть информацию на ресурсе 2IP, то как адрес, так и местоположение не те, которые у меня в действительности. А вот возможности следующего сайта позволяют оценить уровень маскировки. Еще одним моментом использование Tor является невысокая скорость приема передачи информации. В моем случае по результатам спидтеста она составила порядка 5-6 мегабит в секунду. Также хочу отметить, что при перезапуске апельсинки или сервиса Tor в системе местоположение будет меняться. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.